Ежегодно 27 марта в России отмечается Всемирный день театра. Он установлен в 1961 году девятым конгрессом Международного института театра и МИД. Традиционно он проходит под единым девизом – театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами. Он считается древнейшим способом развлечения. Впервые профессиональный театр появился в Древней Греции и строился на огромное количество зрителей. Посмотреть представление могли не только богатые люди. Режиссер театра «Квин» города Каспийска Валерий Капранов рассказал о развитии этого вида искусства в Дагестане. В 1906 году в Ахтах был организован один из первых любительских театров. И там, насколько я вспоминаю, был Идрис Шамхалов такой. Он учился в Азербайджане, долгое время там находился. Ему нравился театр, он посещал спектакли. Ему это очень понравилось. Он режиссер решил, затеял такое дело, как бы создать у себя на родине. После в 1913 году большой вклад в развитие театрального искусства Дагестана внес кумыкский народ, который создал театральную труппу. К ним через два года присоединились и лакция. Так в 1930-м эти театры уже получили государственный статус. Есть у нас самородки, очень крепкие есть. И я этому рад на самом деле. Может быть, когда-то мы создадим школьный наш театр на базе Каспийска. И он, может быть, приобретет статус республиканского школьного театра. Из наиболее таких, более таких активных, способных, талантливых детей, где они будут из разных школ, но на одной какой-то базе. Вот как у нас, например, на базе 11-й гимназии наш театр существует. В 2023 году театральное искусство в Каспийске начало активно развиваться. Помимо кружков для детей, также были представлены общество постановки по мотивам произведений дагестанских поэтов, организованные театром Квинн под руководством режиссера Валерия Капранова. Что касается непосредственно театра Квинн, которым мы занимаемся, это, как говорится, взрослые люди там, артисты, которые раньше были, участвовали в театре, когда еще дворец культуры был живой, пришли вновь продолжить свои занятия. Да, нами были созданы два спектакля, мы работали над третьим спектаклем. Да, один спектакль был у нас «Акселерата» Семена Ласкина Ленинградского драматурга. Очень интересная пьеса, очень интересный спектакль, я считаю. Кроме того, в прошлом году в администрации Каспийска был представлен спектакль пьесы «Нянин», написанный по мотивам рассказов о Зоу Алиевой. Валерий Капранов делится, что изначально планировалось поставить небольшую постановку. Но в итоге всем безумно понравилась идея и было решено создать полноценный сценарий для спектакля длиною полтора часа. На данный момент в развитии театрального искусства принимают все образовательные учреждения города, которые состоят в Каспийском школьном объединении театров. В апреле проводится конкурс-фестиваль театральный, республиканский. Опять-таки, по линии инициативы Министерства образования Республики Дагестан. Он будет проходить, насколько мне известно, на базе Республиканского центра образования. И вот сейчас до 5 апреля все должны сдать записи, видеозаписи, спектакли своих, кто подготовил их, какая школа подготовила все, и заявку отправить до 5 числа. И там где-то в районе 20 уже должен будет проходить конкурс вживую. Также в Каспийске планируется открытие Дома культуры, где будет размещен и театр.